Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня мы снимаем очередное новое видео. Опять же, мукбанг. Сегодня у нас сладости. Вы, наверное, заметили, что есть некоторые изменения в заднем плане. Сегодня я сижу в своей комнате. Она сегодня как никогда, кстати. Кто не видел видео-рум-тур в моей комнате, то обязательно посмотрите. У меня очень интересная комната, вот такого вот розового цвета. Обязательно пишите в комментариях, какой задний план нравится вам больше. Когда я сидела в гостиной или когда я сижу вот здесь. Мне лично вот так намного больше нравится. Также приготовила здесь, значит, себе чаёчек. Горячий он. И здесь сладости. У нас круассаны. Это 7 days. Самый большой. Здесь, значит, вот такая вот штука. Я даже не знаю, как называется. Также есть Рафаэлла. Буквально 4-5 штук. Молочный ломтик от Киндер. Вот эту штуку я искала, наверное, где-то года 3-4. Были другие подтипы, но именно такого нигде найти я не могла. Он мне напоминает моё детство. Будем вместе пробовать. И также здесь сладкая вата, которую я также обожаю. Обожаю, как она пахнет. Как это всё пахнет. Мне прям не терпится начать. Ладно, я быстренько открою, чтобы не шелестеть. А то вы меня захейтите. Я знаю, что это раздражает. В процессе открытия, так скажем, я немножко повредила. Но, но. Это нереально вкусно. Это божественно. Кстати, цена. Стоил он 1 монат. Какой бисквит нежный. Этот бисквитик мне напоминает именно детство. Я не сладкоежка, но как можно отказаться от киндера? У меня есть такая идея. Купить всё, что есть у киндер и начать это есть. Как вы думаете? Я готова таких ломтиков съесть. Ведро. Мешок. Неважно. Также, кстати, я попросила вас задать вопросы в моём инстаграме. Если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайте на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Только вот выложила. Здесь буквально 10 человек увидело мою историю. И уже есть 5 вопросов. Ты мусульманка? Да, конечно, я мусульманка. О чём жалеешь больше всего в жизни? У меня нету ничего такого прям, о чём я прям сильно жалею. Мне жалко своё время, которое было потрачено не на тех людей. Например. Или то, что в своё время я не начала изучать углублённые языки. Я просто читала какую-то художественную литературу. А сейчас я понимаю, зачем мне это нужно было. То есть это время я могла бы потратить на что-то более полезное. Я, конечно, понимаю, что это влияет как-то на развитие. Словарный запас становится больше и так далее. Я очень много читала в детстве. Детективы, например, Дарьи Донцовой. То есть я не говорю, что читать это плохо. Нет, читать это хорошо. Нужно читать. Нужно всегда учиться. Но... Смотрите, какой круассанчик. Ну, красавец же, нет? Ну, если бы это время я потратила бы на изучение языков, то было бы очень круто. У меня сейчас был бы канал на английском языке. В принципе, я английский язык знаю, но... Не владею им в совершенстве. А чтобы иметь канал, нужно его знать, ну, прям супер, понимаете? Ну, как русский. Как вы думаете, я все это съем? Учитывайте, что я не сладкоежка. Ты расистка? А что вообще означает расистка-нацистка? То есть... Нет, конечно, с чего вы вообще это взяли? Читаешь намаз? Нет, не читаю. Хотела бы перекрасить и подстричь волосы. Когда мне было лет 14-15, я мечтала, мечтала стать блондинкой с длинными волосами. Очень хотела перекраситься, там и брови перекрасить. Мама мне долгое время не разрешала. Мама говорила, тебе, во-первых, это не подойдет, во-вторых, в 14 лет зачем тебе красить волосы? Что скажут у тебя в школе? И так далее. Потом, где-то, наверное, лет в 15, я все это время ныла, ныла, ныла. Мама говорила, что нет, я хочу перекраситься и так далее. Мама разрешила. Я перекрасилась. Посмотрела на себя в зеркало. Я просто была в шоке. Мне это совершенно не шло. У меня было такое ощущение, что на меня надели парик. Причем красилась я в домашних условиях. Подруга меня красила. Мы думали, что вот, купив краску палет, на которой изображена блондинка, мы тоже станем такими же блондинками. Все просто. Оказалось, все намного-намного сложнее. Я просто стала разноцветной. Потом мы опять перекрасились. Интересный вопрос. Здравствуйте. Как у вас в Баку относятся к тому, что вы носите джинсы? В смысле, я не понимаю сути вопроса. То есть джинсы это плохо или наоборот хорошо? Хорошо, что не шорты, а хорошо, что не шорты, да. У вас немножко неправильное впечатление о Баку. Здесь люди ходят и в шортах, и в джинсах, и в коротких платьях. И это нормально. Почему люди считают, что здесь все ходят в Паранжи? Может быть, потому что здесь очень много туристов, арабов, которые приезжают отдыхать. Когда выходишь в центр, у тебя такое ощущение, что ты где-то в Дубае. Но местное население абсолютно так не одевается. Вот как я одеваюсь, и все. Не могу сказать, что все в купальниках прям ходят, но нету такого сильного контраста между прям Россией и Баку. Но даже в деревнях сейчас ходят в джинсах. Как мой задний план сочетается прям. Даже сливается. Далее. Что бы ты сделал, если бы ты проснулась на острове, где нету никого? Вот такие вопросы я люблю. Вот такие интересные вопросы придумываете. Вот если бы, да как бы, а что бы? Да, что бы рассуждала? Я не знаю, да, что бы я делала, потому что я не очень люблю морепродукты. Как бы я там питалась? Первый у меня вопрос, как бы я там питалась? У меня нет вопроса, что вдруг меня кто-то съел бы. Что съем я, если я буду одна на острове? Я думаю, что, ну, не дай бог, конечно, произойдет такая ситуация. Первое, что я буду делать, охотиться, чтобы найти, что покушать. Если со мной еще будет мой телефон, я это все засниму вам, как я охочусь и добываю себе пищу. Вообще, еде в последнее время я придаю огромное значение. Когда я что-то ем вкусное, мне сразу поднимается настроение. Появляется желание что-то делать. Еда для меня сейчас какой-то мотиватор. Я очень много в последнее время смотрю блогеров, которые снимают мукбанки, которые снимают АСМР-видео. Я просто сижу, смотрю их. На голодный желудок я никогда их не смотрю. Или смотрю перед тем, как начинаю кушать. Обожаю, просто обожаю. Круассанчики вообще со сгущенкой, да, с вареной сгущенкой. Очень вкусно. Кроме мукбанков больше ничего не будешь снимать? Не знаю пока. Для влогов мне нужна влоговая камера, которой у меня, к сожалению, нет. Снимать какой-то некачественный контент, как видать, мне не хочется. Поэтому пока что будут мукбанки. Но я так смотрю по просмотрам, вам вроде нравится. Есть люди, которые подписались на мой канал, тоже только из-за мукбанков. Поэтому нужно учитывать интересы всех. Вот. Самая неловкая ситуация. Дайте-ка вспомнить. Потом, аааа, вспомнила одну неловкую ситуацию. Слушайте, один раз я выхожу за занятие география. Всегда мой двоюродный брат приезжал меня забирать, потому что было время поздно, не помню, в 8 или в 9 заканчивалось. В общем, поздно было. Всегда мы такие стояли после географии, и мальчики нас не оставляли одних. То есть, пока за нами не придут, они стояли и ждали. Вот. А потом девочек, за которыми никто не пришел, они провожали до дома. У нас на географии были такие хорошие мальчики. Привет вам, мальчики, если вы меня смотрите. Ну, в общем, стоим, мы ждем. И обычно, как всегда, мой двоюродный брат ездит на белый Кэмри, да. Приезжает белый Кэмри, я такая, ну все, пока. И она останавливается прямо у входа, подъезда. Я такая, ну, без задних мыслей, подхожу, сажусь на переднее сиденье, и жду, пока мы поедем. И вдруг я замечаю, что мы не едем, мы стоим на месте. Ну, сразу не врубаюсь, извиняюсь за выражение, я сижу дальше. А потом такая говорю, а что мы не едем? Блин, смотрю налево, а там вообще незнакомый мне человек. Блин, мне так стыдно стало. И он такой, знаете, ничего не говорит, просто так смотрит на меня, что что ты вообще здесь делаешь? Кто тебя звал? Затем я, выхожу с машины и подхожу к своим одногруппникам, да, так можно сказать. Они говорят, что произошло? Это же твой двоюродный брат приехал, нет? Я говорю, нет, я перепутала, оказывается, это не он. И они как начали ржать надо мной, что, блин, как можно быть настолько тупым, что сесть к другому человеку в машину? Они потом еще долго мне это припоминали. Вот это, я понимаю, вот это неловкая ситуация. Это, наверное, самая неловкая ситуация в моей жизни. Оказывается, мой двоюродный брат просто опоздал, и в это же время, в это же место приехал человек на такой же машине. Тоже молодой парень, не обратил внимания, было темно, села, опозорилась. Вот так. А еще, кстати, одна ситуация была. У нас был парень, с которым мы ходили опять же на географию. Эта география, она вообще была заколдованная какая-то. Я его где-то через полгода встречаю, я была уверена, что это он, подхожу к нему, я как-то подшучиваю над ним, я просто не буду показывать, как я подшучиваю, на ним прикалывались постоянно. Он так поворачивается, на меня смотрит, а оказывается, я обозналась. Это тоже было очень неловко. Причем люди как-то так странно смотрят, как на сумасшедшая. В общем, на кого ты больше похожа, на маму или на папу? Трудный вопрос. Вот, например, родственники папы говорят, что я очень похожа на папу. Родственники мамы говорят, что я копия мамы. Мама сама тоже говорит, что я на нее похожа. Ну, я вот так вот со стороны. Не знаю, мне кажется, я не похожа ни на маму, ни на папу. Брат тоже, я бы не сказала, что прямо на кого-то похожа. Но жена моего двоюродного брата, когда первый раз меня увидела, до этого она видела мою маму, она как увидела меня, она сразу сказала, как ты похожа на свою маму. Для меня это было немножко удивительно, потому что до этого мне никогда никто не говорил, что я похожа на маму. Поэтому вроде как на маму похоже, но это не точно. Как тебе удается быть такой милой? Спасибо. Как приятно. Если бы твой будущий парень запретил одеваться как-то, ты бы согласилась, пап? Ну, смотря что именно. Если он, например, мне говорит, что не иди на работу в шортах, я, например, бы поняла. То есть это все-таки работа и так далее. Но если парень говорит, что не носи брюки, одень паранжу, то это уже не мой человек. Это дело даже не в разногласиях. То есть если вы смотрите в разные стороны, какой смысл? Я думаю, что если я буду встречаться с парнем, я не скажу ему о том, что я блогер. То есть если в моей жизни появится парень, я надеюсь, что он ниоткуда-то это не узнает. Долгое время я просто буду общаться с ним и не говорить о том, что у меня вообще есть канал, я занимаюсь подобным родом деятельностью. Просто спрошу у него, как он вообще относится к блогерам и так далее. Что он скажет. Вот. Почему я могу это объяснить? Человек может сначала сказать, да, окей, мне нравится то, чем ты занимаешься, а потом через время сказать, нет, мне это никогда не нравилось. Ты как-то уже привыкла к человеку, тебе трудно с ним расстаться и так далее. Поэтому я бы предпочла сразу не говорить. Самый запоминающийся сон. Интересно. Один раз я во сне увидела женщину, у которой на ноге были перья. Как-то так это мерзко выглядело, если честно. Я очень сильно испугалась и проснулась. Потом я увидела эту же женщину, ну, может, не эту женщину, чисто психологически, наверное. Я увидела женщину, у которой были чулки, очень похожие, знаете, на такие перья. То есть бабушка, точнее, это была. Я как-то сразу вспомнила этот сон, мне так страшно стало. Вообще, у меня немножко ошатанная психика, если честно. То есть я всегда боюсь, я боюсь оставаться одна. Какой-то маленький звук, откуда-то все, я боюсь, я вздрагиваю. По-твоему, красота парня важнее или характер? Я считаю, что, конечно же, характер, красота, это вообще не важно. Я никогда не обращала внимание на красоту. Характер тоже не настолько самый, главное, девочки, это отношение к вам. Один и тот же мужчина может себя по-разному вести с разными женщинами. Рафаэлка, ой, какая вкусная. Все сесть мне, наверное, не удастся, потому что это слишком много для меня, я не сладкоежка. Поэтому все, что останется, пусть останется. На этом, я думаю, нам стоит закругляться. Вы обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам задний план, или стоит поменять на что-то однотонное. Ну, в общем, все, что думаете, пишите, я все читаю, все лайкаю. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть уведомленным о моих новых видео. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вот всех очень, 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 очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Всем пока!